Вадим и Кир, ты поразил меня еще тогда, в первый наш вечер, помнишь? Ну я знаю, ты рассказывал. Я еще раз хочу. Тогда, в первый вечер, я зашла к Людмиле и попала вдруг на великую пьянку. Вы праздновали у нее дома премьеру. Твой мэтр Людмила Ивановна, моя старая знакомая, мы с ней познакомились, когда ездили по великой русской реке Волги. Она странная, мы с ней несколько раз были в ресторанах, но это не важно. Вы праздновали премьеру своего народного театра, и в вашу компанию попала я, совершенно посторонний человек. Но заметьте, очень коммуникабельный человек. Я сразу же вошла со всеми в добрые отношения. Все перепились, ты нет. Сидели, разговаривали, все матерились, ты нет. Это Людмила Ивановна пошляет такую раскованную речь своих студийцев, говорит, что это их раскрепощает. Ах, как все ужасно матерились, у меня уши вяли. И я тогда спросила громко, меня страшно волнует этот вопрос, Вадим, я у всех спрашиваю. Я спросила, как вы думаете, нравственен ли наш народ? Никто не слушал меня, все что-то кричали, а ты, ты ответил. Ты помнишь, что ты мне ответил? Конечно, я сказал тебе, посмотрите себе в душу. Если нравственные вы, то и народ наш нравственен, ну пойдем в тупу. Сейчас, сейчас. Это меня так поразило, так потрясло, что я взглянула на тебя совсем иначе. Нет, ну я вначале, конечно же, выделила тебя из всей этой толпы, орущей, прыгающей. Но сначала я думала просто смазливой мордашкой и все. А ты, ты умница, ты даже сам не представляешь, какая ты все-таки умница, какая ты прелесть. Я сказала себе тогда, на минутку задумавшись, да, да, народ нравственен, нравственен. Хотя об этом-то я никогда не сомневалась. У меня смазливая мордашка? Угу. Но для меня важнее твоя внутренняя красота. Нельзя. Это твоя, там мама и ее подруга, они могут услышать. Но мы не маленькие дети. Маленькие, маленькие, малюсенькие дети, детки, ребятки. Ну почему? Ну нельзя, нельзя, потом, потом. Ночи, ночи есть, ночи есть, день нельзя. Америке, ну нельзя, ну ни в коем случае нельзя. Две недели ночи и только обещание. Ну неужели нельзя? Когда же можно это будет? Молчи, помолчи, не говори, ничего не надо, не разрушай. Успеешь, милая, успеешь, ты все успеешь. Сейчас посмотрим телевизор. Сейчас по первой программе будет Тимур и его команда. Очень, очень интересно. Вадим Шур на выдох. Выдывал ноги, закинул руки за голову, смотрит на Люсу. Какие потолки у вас в квартире огромные? Столько воздуха. Не у вас, а у нас, у нас. Ты переедешь ко мне сюда завтра же, понимаешь, до завтра же. Если тебе психологически трудно сразу вот так вот перевезти вещи из общежития, то можешь не перевозить, а потом постепенно и сразу по частям перевезешь. Как все замечательно складывается. Но на будущий год ты обязательно поступишь в институт. Станешь актером. Тебя будут узнавать и на улице. Какое счастье! Я не понимаю, почему ты раньше не поступил? Они там сидят в комиссии без глаз, но ничего не видят. Ничего, годик поработаешь, еще годик, а потом на широкую дорогу. Хватит сторожить зоопарк. Ну а что, мне там нравится, не пыльно. Звери очень милые ребята, с ними спокойно. Там такая вонь, жуть! Да все равно, где бы не работать, только бы не работать. Милая халтурка, два дня о том, а третий на работе. Сиди, читай. Ты же знаешь, цель моей жизни – театр. Ты добьешься цели, верю. Вадим встал, пошел по комнате. Знаешь, я всю жизнь мечтал снять фильм глазами маленького котенка. Ну вот представь себе, он смотрит на меня, на эту огромную квартиру, своими глазешками, пуговками, на кресло, на диван, на люстру. Ему все, все кажется необъятным, громадным. И как ему страшен этот мир. Он смотрит на огромные руки, которыми гладит его. На стол, на то, что под столом. Ой, как все это интересно. Милый, милый мой, милый, какой ты тонкий, глубокий, чистый котенок, котеночек, мой красавчик, красавчик. Я никогда, никогда не видела людей, которые бы так тонко чувствовали все никогда. Да, я прижимусь к тебе, котеночку моему. Ты правда меня любишь, правда? Да, правда, очень. Нет, нет, нет. Да правда, правда, очень. Нет, нет, это неправда. Потому что я сильнее люблю тебя, сильнее, жарче. Зачем ты меня так напугал, глупенький? Я так боюсь смерти, так боюсь болезни, так боюсь, так боюсь. Прости меня, милая. Кира, вы сегодняши сюда объятия Вадима. Какой идиот поставил сюда этот цветок? Встала, прошла к подоконнику, взяла горшок с гиранью, поставила на пол. Он загораживает свет, нет тепла, дура. Боже мой, Вадим, как я люблю солнце, свет, тепло. Так бы всю жизнь грелась под его лучами. Смотри, какой закат. Солнце уже уходит, скоро совсем скроется, какая красота. Ты знаешь, в прошлой жизни, если верить в переселение душ, я была кошечкой. Да, да, да. Такой маленькой, беленькой, пушистой кошечкой. Пауза. Чапонька моя, чапонька моя, моя любимая подруженька. Знаешь, как мне жалко мою кошечку, чапонька моя. Всплакнула и почти сразу же говорит весело. Скажи, ты веришь в то, что все мы живем вечно? Только время от времени превращаемся в разные вещи или существа. Верю. Вот я раньше был голубем. Голубем, голубем. Как здорово. Почему ты так думаешь? Ну, я все время во сне летал, а сейчас я наяву. Ну, пойдем туда, ну, скорее пойдем. Не надо. Ну, что ты мучаешь-то меня, а? Как девочка какая, ну, ей-богу, ну, что, что, что? Ну, не надо, не надо, не разрушайся. Еще не время, ночью, потом. Скажи, милая, а почему вот ты тогда, в тот первый вечер, пошел меня провожать? Я тебе понравилась, да? Ну, только честно. Да, ты просила меня проводить. Нам с тобой было в одну сторону и... А Людмила Ивановна, она так смотрела на нас, когда мы собирались в прихожей. Она хотела, чтобы ты у нее остался. У тебя с ней ничего не было, говори быстро. Что ты такое говоришь? Она старше меня в два раза, если не больше. Понимаю, понимаю. Нет, я ее уважаю. Она хороший руководитель, грамотный. Много знает о театре. Но она в духовном составе... О, как ты замечательно сказал. Как ты сказал. Просто поразительно, что ты сказал. Милая моя любимая, можно я поцелую тебя? Всегда рядом, всегда с тобой, всегда рука об руку. Помогать тебе. Ты поможешь мне? Знаешь, у меня такая зыдкость под ногами, и мне так трудно. Нет почвы, понимаешь? Я не могу стоять, опереться на что-то, дышать свободно. Я все чего-то боюсь, пугаюсь. Я зажат. Вот как это называется. Отец и мать там, дома. Я им написал, что поступил, учусь. А сам по знакомству в общагу. Устроился сторожем. Дома не хочу. Там маленький театр, маленький город, маленькая квартира, братья, сестры. Ну их. Столько лет после армии на фабрике. Скушен. Я здесь должен жить. Я уже взрослый человек. Мне надо устраивать жизнь навечно. Основательно. Общага, зарплата, занятия во дворце. Устроенность эта. Все меня зажимает. Все. Я не могу грудь расправить. Я помогу тебе. Я все сделаю, что в моих силах. Ты всего добьешься, обещаю. Ну пойдем туда, ну скорее. Пойдем. Не могу. Нужны слова какие-то. Да какие слова? Ну все ясно. Мы же любим друг друга. Ну лезя же так. Ты женишься, нам не обещаешься. Конечно, конечно, конечно. Ну не спеши, не торопись. Это делается не торопясь. Ну не спеши, мой маленький. Молодец, хватил Киру, носит в дальнюю комнату. Пауза. Роза и Элла идут в гостиную. Зачем держать дома столько брасла? Отнесите в комиссионку. Вы закопались в нем с головы до ног. У вас много нового. Сейчас мода возвращается. А вам придут хорошие деньги. Зачем сидеть на этом добре? Шубы съест море. Морь. У вас нет родственников. Кому достанется все? Пауза. Нет никого. Дверь хлопнула. Они ушли. У вас тоже нет родственников. У меня есть дочь. Я вижу. Элла проходит дальше в третью комнату. Роза у двери снимает тапочки и собирается. Элла Юрьевна вернулась в гостиную. Стала у окна молчить. Нужно все, все, все внести в комиссионку. Сдать и получить деньги. И на эти деньги покупать себе все, что нравится. Еду, одежду, меха, золото. Все, что твоя душа пожелает. Все, что ты хочешь. Я уже ничего не хочу. В гостиную врывается Кира. Кричит Элли, переходя на шоках. Чтоб ты ноги протянула, ведьма. Господи, забери ты ее к себе. Забери. Я свою личную жизнь не могу устроить из-за тебя. Ну и что ты ходишь? Что ты подглядываешь? Чего тебе надо, подлая? Я клубнув дверью, опять пошла в дальнюю комнату. Пауза. Ничего не буду сдавать. Вдруг я стану совсем старой, не буду, не смогу ходить. Буду расплачиваться сиделками своими вещами. Буду знать твердо, что вещи мои у этого человека, а не у кого-то другого. А к кому они попадут через комиссионку? Не знаю. Пусть все будет пока дома. Ничего не сдам. Вы можете сдавать. Ваше право. Улыбнулась быстро и неслышно, вышла в двери. Элла все так же стоит в окна. Роза Борисовна, скажите, как я так быстро составилась? Как я постарела? Когда это? Все вокруг умирают, никого не осталось. Мама умерла. Ругалась я с ней, ссориваясь, помолваясь. А сейчас-то учатся, иногда с ней увидимся, поговорить. Так хочется, так хочется. Почему все так быстро кончилось? Почему все так быстро умирают? Я работала секретаршем в институте. Анна Ивановна, наш бухгалтер. Каждый день здоровая со мной. Чайкили вместе, всегда в обед. Ровесница. Разговаривали, звонили друг к другу. Она умерла давно уже. Лидия Сергеевна, тоже моя ровесница. Работала начальником отдела, тоже моя подружка. Она умерла два года назад. Да куда они все ушли? Куда делись? На клавиши лежат? Нет, не там они, не верю. А где же они? Где? Все умирают. Все, все, все. Почему все так быстро кончилось? Прошло, перестало существовать. Роза, скажи мне, почему? Почему? Повернулась в дверь, молчи. Прошла к дивану, села. Из ванной вышел шарик, леп ее ногу. За окном с воем пронесся троллейбус. Затемнение. Третья картина. Я ехалка. Я ехалка. Повернулась.